Друзья, всем привет! Я думаю, многие, кто работает с мебелью, часто сталкиваются вот с такой усовой гайкой. Но не всегда она есть в наличии у мастера. Сегодня покажу, как своими руками можно сделать такую гайку. Берем шайбу и наносим разметку. Вот таким образом. Теперь здесь нужно сделать прорези. Вот что получилось в итоге. Теперь загибаем вот эти края. И теперь вот на эту часть нам нужно приварить гайку. Друзья, результат получился отличный. Я очень доволен. Ну а в руках у меня угло-шлифовальная машина. Она же УШМ от компании Denzel. УШМ имеет мощность 1500 Вт. А скорость вращения шпинделя составляет 8500 оборотов в минуту. Максимальный размер диска составляет 150 мм. То есть можем работать с материалом толщиной до 50 мм. Имеется прорезиненная рукоятка. Также здесь присутствует лабиринтное уплотнение выходного вала и усиленная защита ротора и статора. Здесь у нас расположен фиксатор пуска, а также присутствует легкий доступ к угольным щеткам. То есть не нужно разбирать полностью корпус, а легко можно заменить щетки, открутив два винта. Кстати, запасные щетки идут в комплекте. Также большим плюсом считает то, что здесь длина провода составляет 3 метра. И он очень мягкий, то есть не дубеет на морозе. Ссылочку, где я покупал такую углошлифовальную машину, оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. Друзья, иногда нам нужно запаять трубу. И даже если мы перекроем кран, вода у нас все равно здесь останется. Паять так запрещено. Обычно мы либо пальцем начинаем эту воду убирать, либо тряпочкой начинаем, чтобы вода впиталась. Но есть более простой способ. В данном случае нам поможет обычный пульверизатор. Откручиваем сам пульверизатор. И помещаем его в трубочку. Все. Теперь начинаем брызгать. Все. И воды у нас здесь больше нет. Для следующей самоделочки нам понадобятся два тридцать вторых уголка и металлическая пластина. Теперь нам нужно сделать разметку. Проводим линию. Теперь ложим пластинку и проводим вот здесь линию. вот эту часть нужно вырезать. И то же самое делаем на другом уголке. Должно получиться вот так. Также нанес разметку. Нужно сделать вот такой вот скос. Так. Вот что получилось в итоге. Срезал углы. Также просверлил два отверстия четверочкой и зазинковал. На другом уголке сделал три отверстия. Два с одной стороны зазинковал. И одно отверстие с этой стороны зазинковал. И также просверлил два отверстия в металлической полосе. С одной стороны зазинковал. Здесь зинковать не стал. Ну и все. Можно приступать к сборке. Для начала берем металлическую полосу и помещаем винт вот таким образом. И закручиваем гаечку. Ее мы затянем. Теперь берем уголок и закручиваем гаечку. В данном случае я взял вот такую колпачковую. Крепим наши уголки. Друзья, ну и вот что получилось в итоге. Вот такой вот простенький замок для двери. Друзья, иногда нам требует самоконтрящаяся гайка, а в наличии у мастера нет. Есть только вот такая обычная гайка. И сейчас я покажу простой способ, как добиться таких же результатов при помощи обычной гайки. Берем болт и одеваем термоусадку. И сейчас останется ее прогреть. Вот что получилось. И теперь можно накручивать гайку. Гайка накручивается очень тяжело. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, когда на мебели выламливают петли. И закрутить на это же место уже у нас не получится. Есть простой способ, как это все восстановить. Для этого берем восьмое сверло и выставляем упор. Затем берем клей и столярные шканты. После того, как высох клей, срезаем шканты. И теперь можно устанавливать назад петлю. Все, петлю закрепили. Крепится она теперь надежно. Друзья, а у вас было такое, что пытаемся выкрутить саморез, но ничего не получается? Эту проблему легко решить. Берем такой же саморез и вкручиваем рядом. И теперь пытаемся выкрутить этот саморез. Друзья, покупая новую углошлифовальную машину, первым делом приматываю ключ, который идет в комплекте для откручивания гайки к сетевому шнуру. Желательно ближе к вилке. Что это дает? Первое, это то, что ключ не потеряется и всегда будет у нас на виду. Второе, почему он ближе к вилке? Потому что таким образом он будет меньше мешаться. И чтобы сменить диск, открутить гайку, нам по-любому придется вытащить вилку из розетки. Тем самым мы себя обезопасим от случайного включения нашей УШМ. На этом будем заканчивать. Напишите, какая вам идея понравилась, какими способами вы пользовались. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. На этом все. Всем пока. До новых встреч.